Как всегда, привет модникам, кежуалам, любителям получить пизды за шмот и просто поклонникам легендарного бренда CP Company. С вами все тот же Макс Пояснит и он готов просветлять ваши умы, внести, так сказать, частичку радости в ваше серое бытие. Ведь кто, если не я, расскажет вам всю правду о таком поистине великом бренде, одев вещи которого на своем элитном спальном районе, ты будешь словно красное полотно для разъяренного быка притягивать к себе все возможные неприятности. То есть, проще говоря, если нужна справочка от травматолога в школу, универ или наработку, то именно CP поможет в этом, как никто другой. Но ты, конечно же, спросишь, а что же делать, если помодничать охота, справочки я не нуждаюсь, а лишь хочу, чтобы от моего шмота пацаны все охуевали, девчонки кричали, братишки мычали, а на постах мне мусора честь отдавали. Так вот, на этот и еще кучу вопросов ответы вы найдете, лишь посмотрев данный ролик от начала до конца. Здесь будет все. История, рекомендации о том, как не купить подделку и, конечно же, твое самое любимое, как избежать пиздюлей, где я ничего хорошего тебе не посоветую, а лишь, как обычно, знатно по рофлю. Поэтому снимаем напряжение небольшой рекламной баузой и уже после нее мы с головой и полностью погрузимся в этот чарующий мир в CP компани. Любишь смотреть видосы Макса? Но, к большому сожалению, они выходят не каждый день. А заходя на ютубчик, помимо лайфхаков для слабоумных и челленджей про сто слоев говна на лице, всегда охота взглянуть на что-то новое и поистине годное. Так вот, Макс нашел выход для всех. Вместо того, чтобы как хатико ждать его новый выпуск, каждый из вас может с пользой провести это время на канале Лишоп, где вы увидите последние новости из мира кэжуал моды, а также обзоры брендового оригинального шматья с возможностью дальнейшей покупки, не отходя от кассы. И это, между прочим, только начало, ведь в скором будущем нас ждет еще целая куча новых интересных рубрик. Серьезно, советую присмотреться к каналу. Мне лично зашло. Уверен, вам понравится тоже. Ссылку найдете в описании. Ну что ж, надеюсь, дух перевели, иначе скоро будет жарко. Погнали! Массимо Ости. Именно так звучит имя человека, подарившего этому миру несметное количество инновационных идей в развитии всей фэшн-индустрии. Стольким, сколько сделал он, могут похвастаться лишь единицы. А начиналось все на севере Италии, вблизи маленького городка Болонья, где 17 июня 1944 года на свет появился маленький Ости. Немного вырос, закончил школу, ну как в принципе у всех. И что ж, настал тот момент, когда нужно было себя содержать. И как вы думаете, чем занимался Ости? Правильно, шелкографией. Проще говоря, печатал принты на футболках в местной рекламной фирме под названием Честер Перри. Что в принципе у него выходило достаточно неплохо, благодаря собственной методике нанесения тех самых принтов. Именно поэтому футболки с принтами Массима быстро завоевали огромную популярность и принесли ее, собственно, и самому бренду Честер Перри. Однако, с приобретением некой популярности в модной среде, марку пришлось переименовать в 1979 году в CP Company. А причиной тому послужила сильно большая схожесть с названием другой всеми известной компании Фред Перри. Именно так, в свою очередь, и рождается CP Company, в которой с таким же усердием продолжает трудиться Массима Ости, но уже совсем на иной должности. Ведь то, какую популярность он принес компании, повлекло за собой череду довольно перспективных предложений. Первое, самостоятельно разработать линию мужской одежды. Второе, это стать долевым партнером в бизнесе, отчего Массима, естественно, не отказался и тут же принялся за работу. Ну как работу? То, что он вытворял, выходило за рамки разумного. И тут лишь два объяснения. Либо вмешались внеземные цивилизации, либо Массима. Идеи в его голове рождалось несметное количество, одно из которых было использование новых, до той поры неиспользованных в повседневной одежде, многофункциональных материалов. Массима хотел создать вещи, которые бы сочетали в себе все. Удобство, комфорт, практичность, функциональность и долговечность. Но при всем этом, они не были бы лишены вкуса. И первым, а также самым значимым достижением Ости, было Garment Diet. Это особая технология покраски уже готового изделия. То есть, вначале оно отшивалось, а затем до полной готовности погружалось целиком в жидкий раствор из краски. После чего, вещи приобретали своеобразный тональный эффект, за счет которого выглядели намного брутальнее и интереснее. Еще одним немалым достижением было создание знаменитой Google Jackets. Да, именно той самой курточки с линзами на капюшоне и рукаве. Да, именно той самой курточки, которой у тебя, к сожалению, никогда не будет. А если появится каким-то образом, то вряд ли ты сможешь пощеголять в ней на просторах своего провинциального мегаполиса. Но не отчаивайся, ты вполне можешь повыевываться ей на дачу, либо у деда в деревне. Но и здесь нужно быть осторожным, ведь дедуля с радостью ее отожмет, как только узнает, что в ней есть очки, плюс ко всему она еще и водонепроницаемая. Поэтому ходить в лес за грибами можно не боясь погодных условий. Как видишь, все против тебя. Также нельзя не обратить внимания на очень интересную коллекцию одежды «Трансформер». И самым ярким примером данной задумки было надувное кресло-куртка. То есть, понимаете, до чего, мать его, все дошло. Надувное кресло-куртка. Нет, ну это просто ломает все мои стереотипы. Ведь это даже круче, чем двухсторонняя куртка и светящиеся кроссовки, что мне покупали в детстве. Здесь же вам плащ, куртка, диван. Просто рай для любого бездомного. И поверьте, это было лишь началом. Ведь в середине 80-х годов Сипи Компани перекупает Робальда Тонья через фирму GFT, в которой на тот момент работал Карло Реветти, будущий владелец компании. Так что запомните это имя, дабы потом не возникало вопросов. После чего компания сразу же переименовывается в Спортвер Компани. А Сипи, в свою очередь, становится названием отдельного бренда. В 1993 году, подкопив немного зелени, тот самый Карло Реветти выкупает 100% акций компании, и она полностью переходит в его руки. Но Массима Оси была как-то похуй, кто там у руля, лишь бы не мешали ему работать и создавать новые ткани, коих он изобрел, поверьте, немало, аналогов которых вы не найдете и по сей день. Рассказывать о каждой подробно я не вижу смысла, все равно не запомните, а если и запомните, то вряд ли это вам пригодится. Но как все мы прекрасно знаем, все хорошее рано или поздно заканчивается. Что случилось и с компанией СПВ? После того, как в 1994 году Массима Ости покидает пост креативного директора и уходит в свободное плавание. Что повлияло на его решение, новое руководство, либо личное предпочтение, сказать точно не может никто. Но сам факт остается фактом. Массима ушел, а это значит лишь одно, что перед Карлом Реветти стала задача найти нового дизайнера. И после двухлетнего простоя и всевозможных поисков в 1996 году на этот пост заступает английский дизайнер Пол Харви. За всю свою карьеру в СПВ он создает 24 коллекции, после чего, окончив колледж Святого Мартина, он решил, что мир моды не для него и начал работать водителем грузовика. Вот такой вот дауншифтер и меня не разгадаешь, словно на мне шифр. После ухода Пола Карл Реветти решил, что эпохе одного человека у руля пришел конец. И поэтому, вместо поиска одного дизайнера, он набрал целую команду, поскольку решил, что для того, чтобы учесть все аспекты новой реальности, необходимо положиться на несколько личностей. То есть, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Ну, я главная голова. Почему это ты главный? Потому что ты тупой. Именно эта концепция является основной с 2008 года и по сей день. А в 2010 году Сипиху приобретает владелец компании FGF Индустрии Энцо Фуско, владельцем которой и является по сей день. Сказать, что Сипи остался прежним, я, к сожалению, не могу, так как вещи уже давно не несут той функциональной нагрузки, как было раньше. Все, что от него осталось, так это те самые знаменитые линзы, которые пихают не в попад куда следует, а куда и нет. Ведь раньше они имели конкретное предназначение, а теперь, вот нахуя здесь линза в кармане? Мне кто-нибудь скажет? Нет? Может ты, Хован? Ты не в своей тарелке, как борщ в блюдце. Да, именно так себя и чувствует линза в кармане. Ну, не знаю, максимум, что мне приходит в голову, так это таскать там маленьких домашних питомцев. Мышек, хомячков там, к примеру. Окошко есть, кусок батона закинул и все. На клетку можно не тратиться. Ну, в общем, вы поняли, что Массима где-то переворачивается в гробу, глядя на это. Поэтому в конце, так сказать, нашей истории, хотелось бы уделить особое внимание этому великому человеку. Ведь именно он сделал для этой компании больше, чем все вместе взятые. За всю свою жизнь Массима создал почти десяток брендов одежды той или иной степени успешности и популярности. Это, конечно же, всем известный Stone Island и CP. Но помимо этого, он работал еще над кучей проектов, таких как Bonneville, Left Hand, SC-95 и другие. Если будет интересно, то можем сделать отдельный обзор на все бренды, созданные Массима Ости. Поверьте, скучно не будет. Но, как все мы прекрасно знаем, лучшие всегда уходят рано. Что, собственно, сделал и Ости. В 2005 году он покидает этот мир, оставляя за собой целую эпоху. Начиная с обычных принтов, не боясь выглядеть глупцом, он делает настоящие открытия и достигает просто немыслимых высот. Но, тем не менее, свое дело он любил больше всяческих похвал и никогда не думал о том, что пора бы отдохнуть на лаврах. А до последнего момента, даже будучи смертельно больным, он все еще продолжал работать, продолжал творить. И напоследок, хочу всем посоветовать найти, найти то самое дело жизни, которое будет приносить вам в первую очередь удовольствие, а лишь потом прибыль. Ведь денег всегда будет мало, независимо от их количества. И в вечной погоне за ними, наша жизнь пролетит словно миг, бесполезно и тленно, не оставив ничего за спиной. Поэтому, проснитесь. Ну вот мы и вплотную подобрались к вопросу, что волновал тебя с самого начала данного ролика. Что же ответить наголобритым мужикам, если вдруг они спросят у тебя? Ты нахуя напялил на себя эту шмотку, жук навозный? Да, именно так оно и будет. А вы как думали, с вами будет происходить культурная беседа? Нет. Оскорбление, унижение, избиение фалосом по лицу, да блять, что угодно, но только не это. Поэтому, прежде чем облачить свое дряхлое тело в сепи, задумайтесь. А стоит ли делать это вовсе? Не разумнее ли будет в таком случае купить большую рамку, вложить в нее свою шмотку и прихуячить к стене, дабы, так сказать, оставить для детей и потомков наследство, которое хоть немного, но сделает тебя менее ущербным? И может быть, в далеком будущем настанет то время, когда люди, наконец-таки, одолеют все животные инстинкты в себе и смогут по праву называться видом «человек разумный», после чего даже в России человек будет носить любую одежду без сопровождения косых взглядов. А если жажда выебнуться перед корешками просто неутолимая, то хорошей альтернативой будет засирать своими фотками ленту всех возможных соцсетей. Но если все мои советы ты проигнорил и все-таки решил выбраться на улицу, то перед выходом не забудь поставить в режим быстрого набора номер 102 и на всякий случай 103. Мало ли, парни резкими окажутся и не посмотрят даже на то, что ты давно лежишь в коленях и просишь о пощаде в надежде на то, что отряд доблестных стражей галактики подоспеет как раз вовремя. Но все мы прекрасно знаем, как работают наши правоохранительные органы, поэтому лучше вбивайте сразу два номера. Ну и конечно же, как и обещал, научу отличать подделку от оригинала. Хоть и вряд ли тебе это пригодится, зато будешь осведомлен. А если осведомлен, значит вооружен. Поехали! Данный урок будет проходить на примере утепленной куртки Google Jacket Milya Milya, что является настоящей гордостью компании. И первое, на что мы обратим внимание, будет лейбл, на котором никогда не указывается размер, да и вообще что-либо, кроме как название компании черным по белому. Ну и естественно, ни для кого не секрет, как должны быть выполнены швы. Идеально! Дальше по плану ярлы, которые вы найдете на внутреннем боковом шве. Там же будет указан размер, состав материала, страна-производитель и, конечно же, артикул, который вы всегда можете пробить на сайте sertilogo.com. Также не исключено наличие пришитых запасных пуговиц. Затем обращаем внимание на бирки. Их количество должно быть равно двум. Одна из которых сделана из плотного высококачественного картона с изображением логотипа CP в белом ромбике. На второй же бирке указан штрих-код и номер изделия, который должен совпадать с номером на ярлыке. Первые две цифры, указанные в артикуле, обозначают сезон. Следующие две обозначают бренд. Если это цифра 18 либо 20, значит все верно, в ваших руках CP Company. Ну и, конечно же, не будет лишним обратить внимание на молнии, производителем которых должен быть старый добрый японский YKK. Поверьте, данной информации вам будет вполне достаточно. На этой ноте мы, пожалуй, и закончим. Всем спасибо за внимание. С вами был Макс ПСНИТ. Подписывайтесь на канал и не забывайте кликать по колокольчику, дабы первым и быть в курсе всего происходящего на канале. Также не забывайте писать гневные комменты и ставить дизлайки. Всем удачи, всем пока.